Время новостей на нашем телеканале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала по традиции коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нарегистрировались около 600 случаев заражения. Сегодня в Молдове объявлено от 1018 новых инфицированных. Из общего числа 28 медицинские работники и 12 граждан, вернувшиеся из-за границы. 148 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает Минздрав. В то же время еще 18 наших сограждан скончались от последствий ковид. Самый пожилой из них – 82-летний мужчина из Ханчешта. А самая молодая жертва – 45-летняя жительница столицы. В общей сложности с начала пандемии более 6700 человек умерли от осложнений, вызванных безжалостным вирусом. Способность столичных больниц принимать пациентов с коронавирусом достигла критического уровня из-за большого числа ежедневных заражений. За неполную неделю заполнились больше половины мест в ковид-центре муниципальной детской больницы имени Валентины Игнатенко. В связи с этим городскими властями принято решение об увеличении количества мест, чтобы справиться с потоком поступающих больных. Данный вопрос обсуждался во время совещания руководства Кишиневских муниципальных управлений. Как сообщают городские власти, ковид-центр на Малдекс поработает с максимальной нагрузкой. Похожая ситуация сложилась в больнице Святого Архангела Михаила, где свободными остаются только 30 мест из открытых 210. В связи с этим на протяжении текущей недели предстоит увеличить количество мест в данной больнице до 300, включая 16 в интенсивной терапии. Муниципальные больницы, действующие как ковид-центры, очень быстро переполняются. К сожалению, мы подходим и к лимиту мест в реанимационных отделениях. Подготовлены резервные площади, но их хватит ненадолго, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться также интенсивно. Численность инфицированных растет и среди детей. Так, в детской больнице имени Игнатенко в течение пяти дней лечение проходит 15 несовершеннолетних пациентов. В ковид-отделении были активированы 22 сентября 30 мест. Половина из них занята пациентами с легкой формой заболевания. В этой связи в больнице планируется увеличить количество мест до 63. Как сообщил генпримар столицы, число новых случаев заражения коронавирусом растет с каждой неделей. Причем треть из них регистрируется в муниципе Кишинев. Другим темам. Стоимость дизельного топлива растет как на дрожжах. После полуночи водителям придется платить за солярку на 11 банов дороже в соответствии с ценой, установленной Национальным агентством по регулированию в энергетике на 28 сентября. А именно 17 леев 16 банов. С начала текущего месяца дизельное топливо подорожало почти на 1 лей за литр. Тем временем цена на 95-й бензин остается прежней. Сейчас литр этого вида топлива стоит 20 леев 70 банов. За сентябрь бензин А95 претерпел различные колебания цены, достигнув верхнего предела почти в 21 лей за литр. Покупает или нет Молдова вооружение у Соединенных Штатов? В публикации посольства США говорится, что наша страна выделила 1 миллион долларов из общей суммы поставок на 5 миллионов долларов. Со своей стороны министр обороны об этой части денег ничего не сообщает. Анатолий Носатый лишь объявил о доставке в Молдову военной техники США, первая партия которой прибыла в Кишинев сегодняшним утром. В аэропорту Кишинево приземлился самолет США с партией военной техники на сумму 5 миллионов долларов. Правительство Республики Молдова выплатило из общей суммы 1 миллион долларов. Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети посольства США в Кишиневе. И уточняется, что поставки направлены на продолжение преобразования национальной армии, в силу которой вносит вклад в национальную оборону, оказывает жизненно важную поддержку гражданским властям и вносит вклад в международные миротворческие операции. Говорится в сообщении американского посольства. Со своей стороны министр обороны Анатолий Носатый сообщает только о том, что возглавляемое им ведомство получило партию военного оборудования и ничего не говорит о денежной сумме, выделенной правительством для совершения покупки. Национальная армия получила партию военного оборудования от правительства Соединенных Штатов на сумму 5 миллионов долларов США в рамках плана преобразования национальной армии в соответствии с положениями стратегии национальной обороны и пакета инициатив для наращивания оборонного потенциала Республики Молдова, говорится в сообщении Минобороны. В том же сообщении Анатолий Носатый уточнил, что военная техника приобретена с целью модернизации национальной армии. Поставки будут осуществляться несколькими партиями до конца этого года и распределяться по подразделениям национальной армии. Молдавско-американское сотрудничество в области обороны развивается на основании меморандума, подписанного в 1995 году. Депутат парламента от партии Шор Денис Уланов обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и профессиональной репутации против бизнесмена Вячеслава Платона. Поводом послужили заявления Платона в телеэфире, которые Уланов называет клеветническими. Один из адвокатов бизнесмена, которому журналисты ТВ6 обратились за комментарием, заявил, что еще не обсуждал со своим клиентом эту тему. Судебный процесс по иску депутата от партии Шор Дениса Уланова против объявленного молдавскими властями в розыск бизнесмена Вячеслава Платона проходит в Кишиневе в суде сектора «Центр». Парламентарий подал в суд на бизнесмена за прозвучавшие в телеэфире высказывания, которые он называет клеветническими. «Судебный процесс был инициирован после участия Платона в шоу Натали Марарь «Политика». Он оклеветал меня, и я подал на него в суд в порядке гражданского судопроизводства. «Правда, на моей стороне и этот факт будет доказан», заявил Денис Уланов изданию «Зиару Дегарде». Первое судебное слушание по делу состоялось 23 сентября. На нем было принято решение прекратить процедуру посредничества и подготовить дело к судебному рассмотрению. На наше обращение для комментариев один из адвокатов Платона, Ион Крецу, пообещал связаться с нами после консультации со своим клиентом. «Я поговорю с господином Платоном и после этого свяжусь с вами. Я не присутствовал на слушании. Но с тех пор разве вы не беседовали с вашим клиентом? Не беседовал». 1 сентября этого года Национальное бюро Интерпола обратилось в Леонский офис с ходатайством об объявлении Вячеслава Платона в международный розыск. В начале августа прокуратура запросила ордер на арест Вячеслава Платона после того, как он покинул Молдову. Как утверждают представители власти, Платон находится в Лондоне. 14 июня нынешнего года суд оправдал Платона по делу о банковском мошенничестве, по которому в 2017 году он был приговорен к 18 годам лишения свободы за якобы получение с помощью незаконных схем около 1 миллиарда леев от одного из коммерческих банков. Обыски в доме и в служебном кабинете главы Тараклийского территориального подразделения Государственной инспекции по техническому надзору подозреваемого в коррупции. По данным главного территориального управления ЮКНЦБК, чиновник подозревается в разработке коррупционной схемы, с помощью которой он систематически вымогал по 2500 леев от желающих получить свидетельство тракториста-механика, а также водительские удостоверения на управление трактором без сдачи экзаменов. При обыске изъяты копии документов кандидатов, получивших свидетельство тракториста-механика, платежные документы, по которым подозреваемый производил оплату лично, заявления на сдачу экзаменов, а также денежные средства неизвестного происхождения. Подозреваемый задержан на 72 часа. В отношении приятеля столичного сектора Чиканы прекращено уголовное преследование. Синельга Школьник, против которой проводилось расследование по подозрению в коррупции, объявила о закрытии дела и о снятии с нее обвинений. Это произошло, несмотря на опубликованные ранее сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией фрагментов разговора Школьник, которые, по версии следствия, подтверждали ее причастность к схеме по вымогательству денег у предпринимателей. Уголовное дело, возбужденное в конце марта в отношении приятеля столичного сектора Чиканы Синельги Школьник, закрыто, а обвинения сняты. Об этом сама чиновница сообщила публично. Те, кто завел против меня уголовное дело, преследовали две цели. Отомстить мне за то, что я не согласилась участвовать в определенных политических играх, а также за проявленную мной твердость и отказ быть послушным инструментом в войне, которое одна из правовых структур ведет против одного из видных судей в Республике Молдова, отметила претер. В связи с этим школьник подчеркивает, что она по-прежнему останется преданной своей должности и сделает все возможное для дальнейшего развития сектора, которым она управляет. Представители прокуратуры, у которых журналисты ТВ6 попытались получить комментарии, не ответили на телефонные звонки. Напомним, претер Кишиневского сектора Чиканы Синельга Школьник была задержана 30 марта на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках уголовного расследования по делу о коррупции, в котором фигурировали также двое полицейских районного инспектората. Их подозревают в том, что в сговоре с претером они якобы вымогали у предпринимателей деньги взамен на покровительство. Позже сотрудники НЦБК опубликовали фрагменты переговоров школьник с полицейскими. Позже сотрудники НЦБК Позднее в отношении школьник была изменена мера пресечения. Из-под стражи ее освободили. Пока шло следствие, она оставалась на свободе. Если ее вина была бы доказана, ей грозило бы до 15 лет заключения. Продолжим новостями из-за рубежа. Один человек погиб, и еще девять получили легкие ранения в результате землетрясений на острове Крит на юге Греции. По данным греческих властей, сила землетрясения составила 5,8 балла по шкале Рихтера. Погиб местный житель, выполнявший работы в церкви в момент обрушения здания. По сообщению Министерства иностранных дел Молдовы, пока нет информации о том, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны. Мы внимательно следим за ситуацией в Греции, но на данный момент у нас нет информации о том, есть ли среди пострадавших граждане Молдовы. Значительные разрушения зарегистрированы в местечке Аркалахори. Наиболее пострадавшим от землетрясения разрушены многие старые дома. От землетрясения пострадали и другие населенные пункты в регионе. По свидетельству официальных лиц, за первым землетрясением последовало несколько подземных толчков магнитудой 4,5 балла. Осенью прошлого года произошло землетрясение силой 7 баллов в Эгейском море между греческим островом Самоса и турецким городом Измир, в результате которого погибли 114 человек в Турции и двое на Самосе. Преступление, потрясшее всю Хорватию. Его уже назвали одним из самых кошмарных за последние десятилетия. Отец убил троих детей, а затем попытался и сам свести счеты с жизнью. В минувшие выходные хорватская полиция обнаружила трех бездыханных малышей в одной из фешенебельных квартир в Загребе, убитых их собственным отцом. Была хладнокровно оборвана жизнь семилетних близнецов, мальчика и девочки, а также их четырехлетнего брата. Полиция попала в квартиру около двух часов ночи, в субботу. Отец детей, 56-летний гражданин Австрии, бизнесмен, постоянно проживающий в Хорватии, пытался покончить жизнь самоубийством, выпив коктейль из разных таблеток в перемешку с алкоголем. Он был без сознания, его доставили в больницу, сейчас его жизни, по сообщениям местных СМИ, ничего не угрожает. Как пишет австрийская ежедневная газета «Курьер», один из друзей австрийца прочитал опубликованный им в социальных сетях пост, указывающий на суицидальные намерения мужчины, и обратился в полицию, которая сразу же отправилась к месту проживания последнего. В публикации отец погибших детей жаловался на серьезные финансовые проблемы и несчастную любовь, а также на то, что ему никто не хочет помогать, и что от него якобы отвернулись даже его братья из масонской лужи. Родители детей разведены, их мать постоянно проживает в Дубровнике, и дети проводили эти выходные с отцом, сообщают хорватские СМИ. В роковой вечер мужчина играл с малышами дольше обычного, затем накормил ужином и отправил ко сну, после которого они уже больше не проснулись. Как сообщается, дети были задушены. Управление полиции Загреба объявило, что всем сотрудникам правоохранительных органов, которым довелось оказаться на месте преступления, будет оказана профессиональная психологическая помощь. Предполагаемый убийца, уже находясь на больничной койке, во всем признался полиции. Он останется в больнице, и позже ему будет официально предъявлено обвинение. Социал-демократическая партия Германии получила большинство голосов на прошедших воскресенье 26 сентября выборов в Бундестаг. Она оставила позади действующую правоцентристскую коалицию, лишив ее шанса выдвинуть следующего канцлера государства. Таким образом, на минувших выборах партия Ангелы Меркель добилась худшего результата за всю историю своего существования. По результатам подведения итогов во всех 299 избирательных округах, левоцентристская социал-демократическая партия и ее лидер Олаф Шольц набрали 25,8% голосов, опередив консервативный блок ХДС-ХСС Армина Лашета, который получил 24,1%. Консерваторы никогда не опускались в своих результатах ниже 30%. Это сокрушительный удар для лагеря нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая готовится уйти из политики. Однако это не означает, что партия Ангелы Меркель больше не может руководить будущим правительством. Учитывая, что Германия впервые столкнулась со сценарием, когда, возможно, правящая коалиция из трех партий, как прогнозируют зарубежные СМИ, ожидается, что переговоры по формированию парламентского большинства продлятся несколько месяцев. Пока большинство не сформируется, Ангела Меркель продолжит исполнять обязанности главы исполнительной власти. 27 сентября лидеры партии, которые, вероятно, сформируют будущую коалицию, приступили к переговорам по ее формированию. Наша страна не пострадает от ядовитого облака, образовавшегося из-за извержения вулкана на острове Ла Пальма, несмотря на то, что в воскресенье облако наблюдалось в Румынии. По словам представителей агентства окружающей среды, направление ветра было северным и облакоестественным образом, обошло территорию Республики Молдова. Более того, по словам эксперта, в воздухе не зафиксировано никаких ядовитых частиц или химических соединений. По данным измерения концентрации двуокисей серы, о котором очень многое пишут, и которые действительно находятся в выбросах в результате извержения вулкана, у нас превышение санитарных норм не зарегистрировано. Извержение вулкана Кумбра-Вьеха, расположенного на небольшом острове в Атлантическом океане, привело к разрушению сотни домов и эвакуации почти 6 тысяч человек. Продолжаем выпуск. Страшные мгновения пришлось пережить хозяевам одного из частных домов в Молдавской столице. Примерно в полночь в их дом въехал многотоннажный грузовик. По данным полиции, за рулем автомобиля находился 39-летний водитель. Предположительно, он потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дом, расположенный у обочины. Повреждение получил как сам грузовик, так и забор, дом, две электрические опоры и одно дерево. К счастью, обошлось без жертв. Никто не пострадал. Спасатели выкорчевали дерево и извлекли колеса фуры с деталями разрушенного забора. Сообщается, что водитель отказался от проверки на алкоголь на месте происшествия и был доставлен в диспансер для проявления экспертизы. А в коммуне Катюжений Маршал Донежского района не справился с управлением 22-летний мотоциклист и на высокой скорости врезался в ворота придорожного дома. По информации полицейских, молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали ранения в области главы. Пятерим мошенникам удалось обмануть обладателей банковских карт, оставив их без денег. Подозреваемые звонили потенциальным жертвам через Вайбер, выдавали себя за представителей банка и говорили, что им нужны личные данные, чтобы защитить их от мошенничества. Таким образом, преступникам удалось получить незаконным путем в общей сложности около 1 миллиона леев. Мошенники переводили украденные деньги на собственные счета или конвертировали их в криптовалюты Биткоин и Лайткоин. На протяжении 2020 года и по настоящее время они совершили более 40 операций по выводу денежных средств из банковских счетов граждан, нанеся ущерб в размере почти 1 миллиона леев. Полиция установила, что инициаторы и координаторы этих преступлений находятся в местах заключения на территории Республики Молдова. Сообщается, что в отношении подозреваемых предпринимаются определенные следственные мероприятия без уточнения, какие именно. Известно также, что под предварительным 30-дневным арестом находятся двое мужчин, один из которых недавно был освобожден из пенитенциарного учреждения Крикова. Сколько раз похищали деньги? Много раз. Около 30 раз. С деньгами что делал? Отправлял. Когда на такси? Когда моей знакомой? Наряду с другими лицами под следствием находится и молодая девушка из той же группы. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. В феврале правоохранительные органы заявили, что другая группа из 12 человек причастна к преступлениям с банковскими картами. Среди подозреваемых бывший начальник пенитенциарного учреждения номер 18, а также семеро заключенных, некоторые из которых уже отбыли наказание. По данным прокуратуры, в период с мая по февраль 2021 года члены преступной группы путем обмана похитили более 993 тысяч леев с банковских карт 30 физических лиц. Десятки крупнотоннажных грузовых машин застряли на границе Молдовы и Румынии на несколько суток. Видео с места события выложил в сеть один из водителей. По словам представителей Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт Юрия Фала, с этой проблемой молдавские компании сталкиваются уже не первый год и связана она с целым рядом причин. Однако до сих пор, несмотря на многочисленные обращения производителей, решение не найдено. Видеоролик появился в сети утром 26 сентября. На нем десятки крупнотоннажных машин с грузом рядами стоят в очереди перед таможенным терминалом. И, судя по словам автора ролика, стоят уже давно. Мы на границе с Румынией на КПП Албица. Вот что здесь творится. Многие из нас здесь стоят уже третий день. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Молдова Фрукт Юрия Фала, то, что сейчас происходит на границе, это сезонное явление, которое уже не первый год создает большие проблемы для экспортеров из Молдовы. Мы попытались связаться с представителями пограничной полиции для комментариев, но на наши телефонные звонки никто не ответил. Как отметил Юрий Фала, такая ситуация сохранится еще минимум полтора месяца, пока не завершится основной объем грузоперевозок сельхозпродукции в Европу. Ассоциация производителей и экспортеров неоднократно обращалась к властям страны за помощью в решении проблемы. Со слов Юрия Фала, последнее такое обращение было направлено в июне этого года. Но пока все остается без изменений. После более чем 20-месячного перерыва с 1 ноября возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту Кишинев-Бухарест. По информации руководства госпредприятия «Железная дорога Молдовы», сначала будут запущены два рейса в неделю по вторникам и пятницам, а впоследствии их количество может быть увеличено. Время в пути поездом из Кишинева в Бухарест составляет около 13 часов. Движение по данному маршруту было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Кроме того, также с начала ноября запланировано возобновление движения поездов в Яссы и Одессу. Партия Шор продолжает добрые дела в населенных пунктах страны. Жители нескольких сел Юга Молдовы получили в подарок спортивное оборудование, которое позволит молодежи активно и с более высокими результатами заниматься спортом. По инициативе депутата парламента от партии Шор Вадима Фатеску, женская футбольная команда села Алуату Тараклийского района получила в подарок мячи и газонокосилку для футбольного поля. Даже не имея в районе хорошо обустроенного футбольного поля, они добиваются отличных результатов. За последние пять лет женская футбольная команда из Тараклии постоянно находится в тройке призеров чемпионата Молдовы среди юниоров. Теперь же с таким подспорьем от партии Шор результаты станут еще лучше, уверены и спортсменки, и их наставник. Газонокосилка нам нужна была, потому что у нас всегда проблемы с стадионом. А так как начался чемпионат страны, нам нужен стадион, чтобы был по всем законам, чтобы он смотрелся там красиво. Спасибо партии Шор за эти подарки, которые позволят нам хорошо подготовить большое и малое тренировочное поле. В свою очередь депутат парламента Вадим Фатеску призвал молодых людей продолжать заниматься спортом и добиваться еще более высоких результатов. Таких детей, таких людей надо безусловно поощрять, потому что вместо того, чтобы слоняться по дворам, они выбрали спорт. Более того, они добились очень хороших успехов. Нужно, чтобы они могли принимать гостей у себя, и чтобы стадион был соответствующим образом подготовлен. Уже в ближайшие входные команды из Тараклии у себя дома встречает команду Рапид из Львова в рамках чемпионата Молдовы. На протяжении многих лет партия Шор вносила свой весомый вклад в развитие и образование молодого поколения, особенно в сельских населенных пунктах. По инициативе лидера партии Илона Шора в селах построены десятки игровых и спортивных площадок. Многие детские сады и школы капитально отремонтированы и оснащены всем необходимым в соответствии с европейскими стандартами. Единственная непобежденная команда в нынешнем составе национального дивизиона – Аргеевский клуб «Милсами». В чемпионате он занимает лидирующую позицию. Под руководством тренера Сергея Дубровина футболисты «Милсами» обыграли в последнюю в рейтинге команду футбольный клуб «Флорешты» со счетом 3-0. Счет был открыт уже на седьмой минуте благодаря камерунцу Виту Суамуги. Серджио Истрати удвоил преимущество «Красных Орлов» до перерыва, а на 56-й минуте забил второй гол ворота соперника. Вечером того же дня ханчешская команда «Петрокуб» обыграла с таким же счетом 3-0 футбольный клуб «Бельцы». «Милсами» лидирует с 27 очками, «Петрокуб» у которого на два очка меньше на втором месте. На третьем месте «Шериф», сыгравший в восьми матчах из двенадцати. Таким был этот день глазами корреспондентов нашего телеканала. Я, Олеся Кайряк, на этом с вами прощаюсь и напоминаю, что вы можете следить за главными новостями в стране и мире круглосуточно, а сайт этого 6.мд и на наших официальных страницах в соцсетях. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok